Евангелие от Матфея, двенадцатая глава Взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебопредложения, Которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, А только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы Священники в храме нарушают субботу, Однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», То не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили и Иисуса, чтобы обвинить его, Можно ли исцелять субботы? Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, Если она в субботу упадет в яму, Не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, Как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, И он исцелил их всех, И запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, Который говорит, Вот отрок мой, которого я избрал, Возлюбленный мой, Которому благоволит душа моя, Положу дух мой на него, И возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, И никто не услышит на улицах Голоса его. Трости надломленный не переломит, И льна курящегося не угасит, Да коли не доставит суду победы, И на имя его будут уповать народы. Тогда привели к нему бесноватого, Слепого и немого, И исцелил его, Так что слепой и немой Стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ, и говорил, Не сей ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав это, сказали, Он изгоняет бесов не иначе, Как силой Вильзевула, Князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, Сказал им, Всякое царство, Разделившееся само в себе, Опустеет, И всякий город или дом, Разделившийся сам в себе, Не устоит. И если сатана Сатану изгоняет, То он разделился сам с собою, Как же устоит царство его? И если я силой Вильзевула Изгоняю бесов, То сыновья ваши чьей силой Изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим Изгоняю бесов, То, конечно, достигло До вас царствие Божие. Или как может Кто войти в дом сильного И расхитить вещи его, Если прежде не свяжет сильного, И тогда расхитит дом его? Кто не со мною, Тот против меня, И кто не собирает со мною, Тот расточает. Поэтому, говорю вам, Всякий грех и хула Простятся человеком, А хула на духа Не простится человеком. Если кто скажет Слово на сына человеческого, Простится ему. Если же кто скажет На духа святого, Не простится ему Ни в этом веке, Ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, И плод его хорошим, Или признайте дерево плохим, И плод его плохим, Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, Будучи злы? Ибо от избытка сердца Говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища Выносит доброе, А злой человек из злого сокровища Выносит злое. Говорю же вам, Что за всякое праздное слово, Какое скажут люди, Дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, И от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников И фарисеев сказали, Учителях, Хотелось бы нам видеть От тебя знамение. Но он сказал им в ответ, Род лукавый и прелюбодейный Ищет знамение. И знамение не дастся ему, Кроме знамение Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита Три дня и три ночи, Так и сын человеческий Будет в сердце земли Три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд С родом этим и осудят его, Ибо они покаялись От проповеди Иониной, И вот здесь больше Ионы. Царица Южная Восстанет на суд С родом всем И осудит его, Ибо она приходила От пределов земли Послушать мудрости Соломонова, И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, То ходит по безводным местам, Ища покоя, И не находит. Тогда говорит, Возвращусь в дом мой, Откуда я вышел, И пришед, Находит его незанятым, Выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою Семь других духов, Злейших себя, И вошедшие живут там, И бывает для человека Того последнее Хуже первого. Так будет И с этим злым родом. Когда же он еще говорил К народу, Мать и братья его Стояли вне дома, Желая говорить с ним, И кто-то сказал ему, Вот мать твоя И братья твои Стоят вне, Желая говорить с тобою. Он же сказал В ответ говорившему, Кто матерь моя И кто братья мои? И указав рукою Своею на учеников своих, Сказал, Вот матерь моя И братья мои. Ибо кто будет Исполнять волю Отца моего небесного, Тот мне брат И сестра И мать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...